Тём, привет! Ну расскажи, пожалуйста, как футбол появился в твоей жизни? Да вообще, это самая случайная история в жизни, вот честно. Просто сидел в первом классе, это где-то 3-е там, либо 2-е сентября, на уроке русского языка. Опять же, там 3-4-й урок, не помню. И в итоге к нам заходит один высокий дядька, ему там лет было за 60, потом что было. Он такой заходит и просит нашу учительницу 3-4 пацанов взять. Ну таких, которые, на взгляд, могут заиграть в футбол. Короче, чисто по физским данным. И он выбирает меня, еще 3-х пацанов, и в зале нам объясняют, что там да как, когда будут первые тренировки. А я на панике, не знал, что такое футбол, звоню маме, она говорит, там играет ногами. Ну, вкратце объяснила все правила, такой, ну я хочу попробовать. А меня футбол вообще отдавать не хотели, меня хотели отдать сначала там в теннис, в бассейн, да куда угодно, только не на футбол, чтобы подготовили меня морально к баскетболу. Поскольку я веду проект ЦСКА ретро, ты был в молодежке в ЦСКА. Да, не в молодежке, но в юношеской. Расскажешь, почему не получилось у тебя именно в ЦСКА? Да, было много историй, наверное. Ну, многим не нравилось, что я снимаюсь. Ну, такое было. Да, еще не получилось, так не получилось. Но для тебя имел какое-то особенное значение то, что в РПЛ ты дебютировал как раз против ЦСКА? Честно скажу, нет, но это очень символично, что ЦСКА, по сути, меня воспитало. Я им очень благодарен, даже за не самые там приятные истории, да, и были приятные истории. Это весь мой опыт, он бывает и горьким, и веселым, так что я в любом случае ЦСКА благодарен. Это очень символично, это очень прикольно. И, ну, я рад, что так получилось. В медиапространстве у тебя прозвище Пантера. Откуда оно взялось вообще? А мне просто жегка такой после фильма, после просмотра фильма «Черная Пантера». Решил записать видеоролик там о «Черной Пантере» против «Тодрос». В итоге меня так в комментариях и начали призывать «Пантера». Ты играл против огромного количества игроков, высокого уровня. Вот кто лучше против кого ты играл? Малко, однозначно. А с кем бы хотел сыграть на одном поле? Вообще за всю историю. Ну, это, конечно же, банально, я скажу, там, либо Месси, либо Криш, либо Мбаппе. Хочется, ну, играть с лучшими, чтобы у них и учиться. Вдруг я тоже стану лучшим, кто знает. Ну, а между Месси и Криштиану кто тебе ближе? Я, честно, не могу выбирать. Я обожаю Месси, обожаю Криша. Это два человека, которых нельзя сравнивать. Разный стиль игры, разные умения, но они всё равно лучшие. Лучший стадион, где когда-либо ты играл? Зенит-арен. А худший стадион? Блин, пока таких не было. Три лучших матча в истории футбола? Вот недавно Аргентина, Франция считают, что Аякс против Тоттенхэма и Барселона Пассажа, конечно же. Три любимых фильма? Любимые фильмы? Блин, честно, их очень много и спортивные, и такие. Ну, давай я скажу банальщину. Это либо Парсаж, либо Трансформеры. Это те фильмы, которые я первый раз смотрел в детстве именно. Крит очень нравится. Он по историям Рокки, мы все знаем. Блин. Ну, их очень много. Я могу сейчас все перечислять, и в итоге там выйдет не три, а триста. Лучший игрок медиафутбола, по твоему мнению? Лучший. Или давай даже топ-3. Сейчас, на самом деле, Кутус, он всем все доказал. Фортуна очень нравится, очень техничный, гибкий игрок. Это реально очень, ну, реально для медиафутбола очень сильный, импактный. И Вася Майкс. И финальный вопрос. Если не футбол, то? Футбол. Спасибо тебе большое. Спасибо.